Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Бесплатный Репетитор. Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист. И у нас с вами завершилась контрольная работа. Обязательно напишите о ваших результатах, о ваших впечатлениях. Друзья мои, мы с вами разобрали все время Present Simple. Два основных случая в рамках нашего плейлиста. Видите, соответственно, когда есть глагол, когда нет глагола, мы использовали форму to be. Разобрали различные тонкости. Лексику также мы с вами добавляли постоянно. Но также сказать хочется, что будьте внимательны, когда вам нужно все вместе применить. И то, и то. Вот, например, переведем следующее предложение. Это интересно. Будет. It's interesting. Это интересует меня. Значит, помню, что это it. Интересовать. It interests меня. Разумеется, ставим s, потому что it получается it interests меня, me. Вот опять же, видите, в реальной жизни, соответственно, вы отдельно не отрабатываете. Вот, соответственно, когда есть глагол, когда нет глагола. У вас в реальной жизни вы говорите и так, и так. Поэтому будьте внимательны в вашей речи. И также, когда читаете, слушаете, тоже обращайте внимание на эти фразы. И потом на автомате уже вы будете говорить, соответственно, правильно. Давайте немножко здесь потонируемся. Итак, соответственно, когда видите глагол, когда нет глагола, скажем, это неинтересно. Это неинтересно. It isn't interesting. Это неинтересует меня. Это неинтересует. It doesn't interest me. It doesn't interest me. И вопрос. Это интересно для тебя? Это. Is it. Интересно. Interesting. Для тебя. For you. Is it interesting for you? И другой вопрос. Это интересует тебя? Видите, глагол интересовать, поэтому учается это. Does it. Интересует тебя? Interest you. Does it interest you? То есть, видите, здесь вам нужно быть внимательным. Во-первых, не забывать форму to be. И также, соответственно, думать, где isn't, doesn't, don't, aren't. И то же самое в вопросах, где is, где does. Тоже здесь на это обращайте внимание. Другой пример. Скажем, это странно. Это. It's. Странно. Strange. It's strange. Это кажется странным. Это кажется. It seems. Странным. Strange. It seems strange. Скажем в отрицании. Это не странно. It isn't strange. Это не кажется странным. It doesn't seem strange. Вопрос. Это странно. Это. Это. Is it. Странно. Strange. Is it strange. И вопрос. Это кажется странным. Это кажется. Does it seem strange. Does it seem strange. И так, повторим. It's interesting. It interests me. It isn't interesting. It doesn't interest me. Is it interesting for you? Does it interest you? It's strange. It seems strange. It isn't strange. It doesn't seem strange. Is it strange? Does it seem strange? Далее. Тоже, когда мы задаем, например, специальный вопрос, задаем, тоже часто путают. Например, спросим. Где ты? Где? Where? Где ты? Эти глаголы нет, поэтому получается. Where are you? Where are you? Теперь по-другому спросим. Где ты живешь? Где? Where? Ты живешь. Глагол есть, значит. Раз you do. Получается. Where do you live? Where do you live? Почему ты думаешь так? Почему? Why? Ты думаешь? Do you think? Так. So. Why do you think so? Почему это так? Почему? Why? Это так? Это is it? Так. So. Why is it so? Далее давайте спросим. Построим вопрос. Ты согласен? Как вы спросите. У нас с вами неоднократно встречалась эта фраза. Ты согласен? Do you agree? Потому что agree в английском языке, соответственно, глагол. И поэтому do. То есть мы смотрим, какая часть речи в английском языке. Agree. Do you agree? Согласен? Другой вопрос. Это верно? Это верно? Или это правильно? Дословно это правильно? Вопрос. Is it правильно? Right? Is it right? В принципе, если мы хотели бы спросить, это верно? Например, верно сказано, можно было спросить также. Еще есть такое слово. Is it correct? Correct. То есть верно, корректно. Надо словом. Is it correct? То есть это верно. Правильно, наверное, сказано, написано. А если просто правильно, это right. Помолчание исполняем слово right. Is it right? Давайте еще оптанируемся. Значит, скажем. Это возможно. Это. It's. Возможно. Possible. It's possible. А теперь скажем. Это кажется возможным. Это кажется. It seems. Возможным. Possible. It seems possible. Далее тоже часто путают. Например, скажем такую фразу. Это выглядит реально. Или это выглядит реальным. Это выглядит. It looks. Реальным. Или реальный это real. Мы с вами разбирали эти глаголы, если вы помните. Значит, глаголы у нас с вами были seem, казаться. Далее look. Также с глаголом be мы используем именно прилагательное. Потом неважно. Это выглядит реальным. Или это выглядит реально. It looks real. Real. То же самое. Мы хотим сказать. Это реально. Это реально. Правильный ответ. It's. И именно прилагательное. It's real. It's real. А вот если мы хотим сказать реально что-то, то тогда это really. Если дальше что-то идет. Например, это действительно так. Или это реально так. Это. It's. Реально так. Really so. It's really so. То есть это действительно так. Это реально так. It's really so. Если просто прилагательное и дальше ничего не идет, это, то есть, соответственно, используется именно как прилагательное. Ничего нет, если дальше. Видите? It's real. It's real. It looks real. It seems real. Это кажется реально. Помните? It's effective. It looks effective. То же самое. Видите? Еще как раз запишем. Очень часто встречающиеся фразы. Это у нас получается «это эффективно». It's effective. И это выглядит эффективно. It looks effective. It looks effective. Тоже обратить внимание. Видите, глагол. И здесь уже не нужна форма to be. Это очень часто встречается. It's effective. It's effective. Итак. Where are you? Where do you live? Why do you think so? Why is it so? Do you agree? Is it right? Is it correct? It's possible. It seems possible. Seem. Look be. It looks real. It's real. It's really so. It's effective. It looks effective. It looks effective. Далее. Тоже разберем такие схожие примеры. Где-то нужно to be, а где-то нет. Например. Они учатся в одной группе. Они учатся. Они учатся. They study в одной группе. They study in one group. Теперь скажем. Они в одной группе. Они. They're в одной группе. В одной. In one группе. They're in one group. Они не учатся в одной группе. Они не учатся. They don't study в одной группе. In one group. They don't study in one group. Они не в одной группе. Они не. They aren't. In one group. Вопрос. Значит. Они учатся в одной группе. Они учатся. Do they study? В одной группе. In one group. Do they study in one group? Вопрос. Они в одной группе. Они. Are they? В одной группе. In one group. Are they in one group? Специальный вопрос зададим. Почему они учатся в одной группе? Почему? Why? Они учатся. Do they study? В одной группе. In one group. Why do they study in one group? Другой вопрос. Почему они в одной группе? Почему? Why? Они. Are they? В одной группе. In one group. Why are they in one group? Другие примеры. Он бизнесмен. He is a businessman. He is a businessman. Он занимается бизнесом. Глагол. Вспоминаем устойчивое выражение. Do business. И раз he should, добавляем s. Но с do это does. Получается, he does business. Он занимается бизнесом. He does business. Скажем в отрицании. Он не бизнесмен. He isn't a businessman. He isn't a businessman. Он не занимается бизнесом. Он не занимается. He doesn't do business. He doesn't do business. И вопрос. Он бизнесмен. Is he a businessman? Is he a businessman? И другой вопрос. Он занимается бизнесом. Он занимается. Does he do business? Business. Does he do business? They study in one group. They're in one group. They don't study in one group. They aren't in one group. Do they study in one group? Are they in one group? Why do they study in one group? Why do they study in one group? Why are they in one group? He is a businessman. He does business. He isn't a businessman. He doesn't do business. Is he a businessman? Does he do business? Отлично. И давайте с вами разберем формат такого мини-диалога, где используется и глагол, и неглагол. Например, вопрос. Как ты изучаешь английский? Как? How? Ты? Do you? Изучаешь английский? Learn English. How? Do you learn English? И возможный ответ. Я предпочитаю изучать английский онлайн. Я предпочитаю... I prefer изучать английский. To learn English онлайн. Опять же, видите, этот материал мы с вами проходили. Нужно поставить после prefer to. Как строятся вопросы. Опять же, все повторяйте в рамках нашего плейлиста. Да, материал наслаивается, друзья мои. Поэтому, если какие-то вопросы, значит, скорее всего, вы что-то упустили. И рекомендации действительно все еще раз отрабатывать, чтобы лучше уложилось. I prefer to learn English онлайн. Далее. Я вижу, мой прогресс действительно большой. Я вижу, I see, мой прогресс, my progress, действительно большой. Видите, у вас новая часть предложения. Есть подлежащие, глаголы нет. Поэтому нужно поставить форму to be. My progress означает it. Поэтому получается is. Действительно большой. Is really big. I see, my progress is really big. Я не могу сказать, что... Опять же, вспоминаем фразы с предыдущих уроков. Я не могу... I can't сказать, что... Say that... Помню, can't плюс глагол. Мой английский без ошибок. Мой английский. My English без ошибок. Видите, новое подлежащее. Пошло глаголы нет. Житаем форму to be. My English означает it. Поэтому is. Без ошибок. Without mistakes. I can't say that my English is without mistakes. Но я абсолютно уверен. Но... But... Видите, я абсолютно уверен. Глаголы нет здесь. Получается... Помните, выражение я уверен. Это I'm sure. А я абсолютно уверен. I'm absolutely... I'm absolutely sure... Что... That... Мой английский намного лучше сейчас. My English... My English... Намного лучше сейчас. Видите, в этой части глагола нет. Значит, нужно поставить форму to be. My English is... Намного лучше. Much better now. Так получается. Смотрите. How do you learn English? I prefer to learn English online. I see my progress is really big. I can't say that my English is without mistakes. But I'm absolutely sure that my English is much better now. Другой вопрос, например. Что ты обычно делаешь в свое свободное время? Что... What... Ты... Обычно... Do you usually... Делаешь... Do... В свое свободное время? Свое... In your... Free time. What do you usually do in your free time? И ответ возможный. Значит, вводная фраза. Ты знаешь... Ты знаешь... You know... Я обычно... Очень занят. Я обычно... I'm usually... Очень занят. Very busy. И я не могу сказать, что... И я... And I... Не могу сказать, что... I can't say that... У меня так много свободного времени... У меня... У меня... I have... Так много... So much... Свободного времени... Free time... Но... Если я имею его... Но если... But if... If... Я имею... Я имею... I have... Его... Его... Значит, время... То есть, его и ее... Неодушевленное... Это it... But if I have it... Я обычно читаю что-то... Я обычно... I usually читаю read что-то something. I usually read something. Далее. Я абсолютно уверен, что я I'm абсолютно уверен. Очень полезная фраза. I'm absolutely sure что that хорошие книги также наши друзья. Видите, пошла фраза, глагол нет. Поэтому говорим пока подлежащие. Хорошие книги good books также good books означает они, they, поэтому are также also наши друзья our friends. Вот видите, такие предложения. В принципе, спокойно можете уже читать и переводить. В принципе, значит, при дополнении практики сами можете это строить, вы сами это видите. Давайте повторим. Итак. How do you learn English? Really. How do you learn English? I prefer to learn English online. I see my progress is really big. I can't say that my English is without mistakes, but I'm actually sure that my English is much better now. What do you usually do in your free time? You know, I'm usually very busy and I can't say that I have so much free time. But if I have it, I usually read something. I'm absolutely sure that good books are also our friends. Друзья, вы мои действительно используете различные фразы, выражения, что мы с вами разбираем. Например, can't say that. Далее, видите фразы I am absolutely sure that и многие другие фразы, друзья мои, используйте фразы, и вы видите, мы также используем элементы из других уровней, и уровень, конечно, также повышается, что не может не радовать. My friends, thank you very much. We continue this very important place.